привет друзья с вами я любомир борода сегодня ролик будет совсем маленький но хочу поделиться с вами о своей покупкой так сказать которую я сделал несколько месяцев назад но все никак не доходили руки показать вам и рассказать об одной прикольной штуки называется travel organizer для организации а всяких гаджетов шнурочков и прочих штук вот собственно сейчас покажу расскажу и объясню почему я выбрал речь идет о такой вот штуки заказал на алиэкспресс до этого заказывал такую же штуку своей жене только у нее цвет серый и по бокам такой он оранжевый существует несколько разных размеров и выглядит он вот таким вот образом то есть когда мы открываем у нас здесь есть куча различных кармашков резиночек кармашков больших куда можно положить powerbank еще один карман больших куда можно положить powerbank а здесь у нас опять живут резиночки в которые очень удобно организовывать шнурочки складывать разные и выглядит вот таким вот образом тут один большой карман сеточка и маленький и здесь карман волка под какой-нибудь планшет электронную книгу такие дела вот использовать можно как я уже сказал для различных гаджетов шнурочков под всякие там аккумуляторы технику вот так же наверное можно использовать как косметичку в дорогу а собственно почему я выбрал эту штуку ну изначально посмотрим изначально смотрим когда на алиэкспресс думаешь да все это говно какой-то говно какой-то вот хочется же чего-то такого супер современного офигенного и мне стало стояла задача как раз вот все вот это барахло носить в одном месте я пробовал это все таскать и укладывать подсумки различные скрепление моли и прочими делами но в подсумках как-то это все не очень удобно организовано плюс если заказывать какую-то вот такую панель удобную для рюкзаков то она стоит даже в производство украины достаточно приличных денег там начиная там от 600 700 гривен и выше вот плюс но не не настолько они функциональны понятно в украине стараются использовать более качественный материал там типа кордуры вот все это делается по качестве не но именно вот таких вот папочек я в украине не встречал вот а такую я заказал жене ну уже наверное может с годик назад я смотрю она до сих пор носит ничего у нее не рвется и все это удобно вот я заказал себе тут в основном у меня всякие штучки под gopro съемку под камеру там карточки флешечки все это в коробочках аккумуляторы это также таская здесь powerbank сейчас у меня с собой его нет просто прибежал на работу собственно мне вот очень удобно вот эти вот карманы я засовываю вилки для розеток дал от зарядок здесь тоже торчат и всегда все с собой и место много не занимает вот она видите посмотрю с рукой и такую штуку очень удобно кинуть в самый обычный рюкзак сначала я думал о том чтобы купить себе рюкзак в котором будет тут именно такая панель органайзер в котором чтобы в рюкзаке ничего не валялось и чтобы все это можно было по стеночкам разложить но когда вы в рюкзаке все это по стеночкам раскладываете ну те которые я встречал там уже не остается вместо под вещи а здесь как бы легкая простая удобная не марка хель которая легко помещается в любой рюкзак кинули и знаете что ничего вас нигде не потеряется собственно к чему это все вот вроде китай вроде aliexpress вот а штука хорошая мне очень понравилось даже если тут здесь здесь что-то выйдет из строя или там чуть порвется но можно всегда подшить или купить себе новую такую херь ссылку дам в описании где ее покупал никто мне из aliexpress продавцов за такой обзор денег не дает так что это такой обзорчик небольшой и от души вот они есть разных размеров собственно мне такая штука нравится в дорогу брать с собой удобно и удобно даже вот я и таскаю по городу такие дела спасибо за внимание и еще такой вопрос может кто-то разбирается у меня стадикам стал очень сильно глючить так вот сам по себе крутится я не знаю что с ним сделать я нашел под него ну скачал под него официальные прошивки официальные приложения чтобы это все в домашних условиях перепрошить и перенастроить но он даже с официальными приложениями он его видит но ни хрена не хочет делать даже не ставит прошивку вот и может быть есть какие-то сервисы я просто никогда с этим не сталкивался а возможно меня смотрят люди которые работают со стадикамами подскажите пожалуйста кому обратиться куда и как эту проблему решить потому что очень обидно что есть такая вроде как бы крутая палка которая временно не функционирует спасибо за внимание ставьте лайки дизлайки с вами был любомир борода всего хорошего